добрый день дорогие друзья сегодня на моем канале очередной кулинарный блог и сегодня вместе с вами я приготовлю самое популярное блюдо моей родины это плов я знаю много людей которые любят это блюдо и знаю очень много людей в россии которые не умеют его готовить сегодня я вам покажу правильный рецепт приготовления плова есть масса версий потому как появилось это блюдо есть такая версия что его изобрели повара александра македонского но также я знаю что есть версия что это блюдо было задолго до александра македонского тем не менее это никак не умаляет достоинства этого блюда и сегодня мы идем готовить плов ну что ж приступим к приготовлению плова ингредиенты у нас на столе как видите их немного в принципе готовить плов не трудно просто нужно соблюдать некоторые правила не пренебрегать ими хотя бы по первому в первость по первости и так что нам для этого нужно мясо говядина баранина иногда я использую курицу и свинину хотя в узбекистане это мусульманская страна и они свинину не используют русским людям ничего не мешает но все-таки наверное самое вкусное это баранина я буду использовать ее целым куском но вам рекомендую в первый раз кусочек порезать ну где-то вот на такие кусочки вам будет легче когда вы уже освоитесь можете готовить целым куском так лук лука должно быть много морковь морковь тоже должно быть много все ссылочки на соотношение продуктов я оставлю в описании вы можете посмотреть рис берите рис совершенно обыкновенный круглый обязательно я во всяком случае использую я знаю используют много разных сортов риса но я всегда использую круглый обыкновенный рис не обработанный ни паром ничем и пожалуйста не покупайтесь на те уловки когда в магазинах написано рис для плова это чисто маркетинговый ход он стоит в два раза дороже и ничем поверьте мне не отличается единственное вы можете как определить качество риса это нужно раскусить курсу рисинку то есть хорошо вы конечно вот смотрите здесь вот много сечки в рисе то есть хорошо бы если вы рисинка была крысинки то есть из изначально хороших продуктов легче приготовить конечно хороший продукт чем и из не очень качественно ну так вот раскусить рисинку если она крошится то это не очень качественный рис а если она туго поддается раскусывание это говорит о хорошем качестве риса ну я понимаю что вы в магазине не можете перекусать весь рис и открыть все пачки перекусать это было бы странно в узбекистане это было возможно так как там рис на базаре продавался вот такими горками вот и можно было подходить и пробовать в нашем случае будем довольствоваться тем что было в магазине ну и вообще в плове бывает очень много разных ингредиентов сейчас перед вами это базовый состав плова а массово растительное еще хотел сказать дело в том что в рис кладут еще нут это такой горох но у меня его во первых нет это раз а во вторых если даже его прямо сейчас купила его все равно нужно замачивать на ночь это обязательное условие на план праздничный плов еще туда кладут сухофрукты в общем-то масса разных это я не буду вам замудрять голову мы приготовим с вами основной базовый рецепт а потом вы уже будете там плясать как хотите совершенствовать свое кулинарное искусство а при правах поговорим отдельно я в россии очень часто встречаю в общем у людей что только не уложит в рис мама дорогая даже лавровый лист и черный перец в общем меня несколько шокируют такие изыски ну я понимаю может и готовые приправы хотя я в готовых приправах тоже смотрела там такой состав иногда бывает достаточно странный я всегда готовлю приправы сама но не всегда но в большинстве случаев дело приправы сама что в рис обязательные приправы на мой взгляд обязательная приправа это кориандр куркум кориандр как он еще называется кинза в узбекистане называется кинза здесь он по моему называется кориандр зира я честно говоря не помню как он здесь называется но это вот такие вот они бывают еще темные такие тоже и обязательно это куркума вот куркума желтая такая вот куркума это для того что плов имел такой специфический желтый цвет когда я не вошел куркуму но если мне время нет настя сразу будет делать такой фида не настоящий плов куркуму можно заменить шафраном шафран это более дорогая приправа но в силу того что она более дорогая и ее не вини и не везде она есть все-таки куркума это более более распространенное более вам легче будет найти вот в данный момент я еще положу барбарис но тоже я его не всегда кладу вот это вот не очень обязательно приправ то есть это было обязательно а вот это вот уже как бы по вкусу я тоже не положу и чеснок ну тоже не сто процентов обязательно ну желательно чтоб чеснок был в плове я вам покажу как он ложится он очень все я могу я буду а заострять внимание на тех моментах которые обязательно нужно вам знать именно то что делает плов пловом ну и так приступим так как мясо я буду делать целым куском пока мы его просто откладывать для начала нам нужно почистить лук и морковь но это не сильно интересно так что вернемся когда я почищу так и так приступаем к нарезке лук обычно когда я готовлю я одновременно то то есть у меня уже там жарится например мясо а я там в это время режу лук и морковку но так как сейчас идет процесс съемки и я боюсь что я могу что-то не успеть я сразу нарежу лук и морковку а потом уже буду все закидывать его показывать в узбекистане плов готовят практически на все мероприятия ни одна свадьба не обходится без плова лук режем вот такими полукольцами ну достаточно тонко почему я хотела записать этот рецепт по двум причинам первое это то что я очень часто слышим рецепт приготовления вообще неправильные ну конечно каждый готовит как знает это это учить конечно это дело такое а второе почему я записываю этот рецепт моя дочь она сказал мам пиши видео про плов ну выпускать в общем кулинарные всякие видео я плачу моя дочка сказал мам запиши это как ты готовишь плов потому что я буду где-нибудь например готовить что у меня всегда под рукой был твой рецепт лука должно быть много не нужно бояться что у вас много лука чем больше лука тем вкуснее плов в принципе его именно ощущаться там не будет некоторые люди почему-то не едят лук не знаю почему я конечно прям так тоже вообще плов это очень сытное блюдо сытное и ингредиенты в принципе как бы ну все доступные ну что мясо лук морковь чеснок ну приправы масло а получается очень вкусно как я говорила ранее хорошо бы конечно желтую морковь она чем отличается от красной она менее сладкая и в узбекистане на рынке даже вы встретите что ее продают уже нарезанную то есть они то есть вам например дороге домой вы можете прям ее так купить и прийти готовить вообще узбеки они плане торговли большие молодцы у них вот это вот выкладка товара как продать сделать скидку во время поторговаться вот это вот у них вообще-то в крови у них это прекрасно получается гораздо лучше чем у нас еще они хорошо умеют заниматься огородами правда вот техника них не очень ну кто как говорится на чем учился морковку режем вот такими длинными полосочками то что готовят в россии название плов но во всяком случае то что я пробовала как говорится все что угодно но только не плов но в лучшем случае это шавля шавля это тоже узбекское блюдо это рисовая каша с мясом ну все таки это не плов я работала еще в ташкенте работала с одной женщиной она говорит ой мы с мамой так готовим плов получится плов не получится шавля есть несколько моментов приготовление плова который и определяет ну конечно естественно должны быть хорошие ингредиенты но все таки есть и хорошие ингредиенты можно испортить обязательные условия я вам все их покажу то что должно быть именно обязательно заострю на этом внимание чтобы не пренебрегали так ну все морковку мы порезали в принципе все что нужно было резать мы порезали но опять таки я возвращаюсь говорю если в первый раз вам еще предстоит порезать мясо ну такими вот например кусками не нужно мельчить его потому что оно получится сухим первое и обязательное условие плов надо готовить в казане ни в какой ни в утятнице ни в кастрюле ни в сковороде а в казане если у вас нет казана то откажитесь от идеи готовить плов конечно вы приготовите что-то похожее даже не похожее на плов но это будет не ставим казан на огонь и раскаляем его наливаем масло масло должно быть много вот вы увидите сколько масла в рецепте вы должны положить его много не подумать ой нет я поменьше положу масло должно быть много в плове ну я лью на глаз а вы лейте сколько написано и продолжаем его раскалять вообще в Узбекистане когда перекаливают масло поэтому его раскаливают до дыма потом бросают туда луковицу и ее зажаривают чуть ли не до угля чтобы она взяла в себя неприятные запахи ну у нас масло рафинированное подсолнечное мы не будем его до черного дыма в домашних условиях раскаливать но все-таки хорошо раскалить масло это тоже обязательное условие мясо перед тем как мы сейчас его положим я его немножечко промокнула салфеткой чтобы у меня сейчас не было такого возрыва так масло у нас раскалилось и теперь мы закладываем туда сразу большой кусок мяса мне помогает Вова так как я боюсь на одной стороне смотрите оно покрылось корочкой его переворачиваете чтобы оно покрылось равномерно со всех сторон корочкой то есть сразу мешать не нужно нужно дождаться когда оно будет вот так вот покрываться очень важно для того чтобы рис был рассыпчатый соблюдать соотношение воды и риса есть в общем я слышала такое что там нужно на два пальца больше чем рис чтобы вода выступала но дело в том что плов готовится в два этапа зирвак ну то есть мясо с луком и с морковью и отдельно закладывается плов и вода заливается тоже два раза и солится плов тоже два раза как делаю я даже не только в плове чтобы рис был рассыпчатый нужно соблюдать такое условие сколько риса столько и воды то есть я меряю рис так сколько тут грамм вот она вот в пачке 800 грамм все мы ее и положим то есть я сейчас высыплю вот сюда рис и я его буду промывать а воды я наполню ну чуть больше чем 800 грамм ну 900 грамм и она у меня будет и для зирвака и для последующего закрытия риса вот воду я налила и я ее отставляю мясо должно обжариться со всех сторон то есть оно должно запечатать то есть вот эта вот обжаренная корочка она запечатает но внутри мясо оно будет нежное и сочное но все-таки первый раз я вам рекомендую его порезать так промываем рис рис промываем в холодной воде вот смотрите видите какая вода белесая нам нужно добиться того чтобы вот мы вот так вот сейчас сольем воду нальем еще чтобы вода была прозрачной совсем уж прозрачной наверное она не будет но добиться прозрачности нам надо мясо обжарилось и я его вытащила вытащила я его с целью чтобы сейчас не обжарить лук и морковку так как с таким большим куском мне просто это будет сделать нереально трудно перемешивать но если вы жарите маленькими кусочками то вытаскивать мясо абсолютно не нужно просто пошел не менее вкусный запах и с шумовочкой смешаем в плове должны все ингредиенты хорошо пожариться но оставаться отдельными лук обжарился и теперь мы высыпаем к нему морковь это уже лично мое наблюдение я прям сразу же не перемешиваю морковь то есть я ее насыпаю и даю ей немножечко вот так вот ну как под томится теперь я перемешиваю в некоторых рецептах я знаю не перемешивается морковь с луком но я перемешаю конечно некоторые скажут куда такая беда моркови и лука ну поверьте так надо я промыла рис но все же оставляю его в воде до его очереди пусть полежит ну как бы позамачивается чуть не забыл про барбарис барбарис я высыпала вот такой один пакетик сейчас я его тоже промою и немножечко тоже замочу лук с морковкой обжарились возвращаем туда наше замечательное мясо теперь мы солим плов солится два раза я еще раз обращаю ваше внимание сначала солится зирвак а потом солится еще рис вот столько я ложу кинзы вот столько я ложу зиры куркума даже побольше надо положить куркума кроме цвета она придает еще такой вкус и наверняка шафранчика тоже положу а вот барбарис и чеснок мы будем уложить попозже наливаем часть воды воды много не нужно наливать ну в моем случае он даже не покроет мясо ну а вашим скорее всего если у вас он урезан и оно покроет все зирвак закипел убавляем огонь и закрываем крышкой 20 минут на маленьком огоньке ну вот таком на маленьком огонечке пусть оно томится из-за того что у меня мясо в моем случае большим куском я буду его постоянно переворачивать ну у нас 20 минут рис в принципе промыт барбарис замоченный можно было конечно пораньше его замочить займемся чесноком я обожаю чеснок в плове я даже думаю наверное еще одну головку положу это очень вкусно что нам нужно делать с чесноком отломить вот так вот ну ножки и его немножечко вот этот верхний слой почистить но совсем чистить его вообще не нужно только вот этот ну как бы грязный верхний слой ну потом еще помыть его можно конечно вот это вот ну совсем повторяю не нужно его чистим и еще возьмем ножичек и вот это вот наше ботло тоже так вот постараемся под корешочек срезать ну по мере возможности и промыть еще потом вот этот немножечко асмр в моем видео гулять так гулять 4 часа ну вот зирвак наш готов мясо я перемешиваю ну я уж не показывала думаю в принципе все понятно сейчас буду закладывать рис рис нужно класть аккуратно равномерно чтобы по возможности все закрыто вот так я уложила рис его нужно уложить аккуратно чтобы он не перемешался ни с морковкой ни с морковкой ни с луком ну тут вот некоторые конечно выходит ну что же делать вот вот у меня мясо выходит у вас оно не будет выходить так как у вас кусочки но сейчас нам самое главное аккуратненько налить воды я лью через шмолку огонь я еще раз не помню не сказала не сказала огонь нужно увеличить и вот так аккуратно чтобы рис не перемешивался налить вот ту воду какая у нас вся осталась положу еще барбарисинник ну думаю ничего страшного пусть будет сверху сейчас мы их немножко закопаем в рис вообще наверное лучше их было положить под мясо ну вернее под рис но без косяков не обойдется ждем когда закипит вода вот вода начинает закипать и теперь мы снова солим плов плов солит два раза теперь мы ждем когда рис увеличится в объемах и теперь мы сюда кладем еще чеснок наш ждем когда вода совсем скроется из риса я вам покажу как определить что пора приступать к дальнейшему этапу я как бы и так вижу что вода еще не ушла но просто хочу вам показать чтобы вы услышали слышите такой звонкий звук а он должен быть глухой мы начинаем потихонечку вот так вот от боков рис отгребать но только очень аккуратно и сгребать его в серединочку делаю такую горку это обязательно подчеркиваю опять то что обязательно делать видите воды даже нигде уже нет убавляем огонь на минимальную ставим и теперь нам нужно сделать отверстие любым предметом который у вас есть хоть палочкой хоть ножом хоть еще чем-нибудь мы делаем отверстие ну посередине у нас здесь особо если у вас мясо кусочками вы как-то лучше всего конечно сделать посредине но у меня тут мясо то есть смысл мне здесь сделать нет тут у меня чеснок вот тут вот так аккуратненько делаем все делать аккуратно отверстие отверстие нужны для того чтобы лишняя влага испарялась из риса и он вот такой становился рассыпчатый ну когда у вас мясо кусочками это сделать я вас уверяю гораздо легче чем предположим мне все мы сделали отверстие собрали плов горкой теперь мы убавили огонь и накрываем его крышкой если крышка у вас не плотная то можно сюда положить еще тарелку я этого делать не буду у меня крышка плотная все 20 минут на медленном огне так время вышло открываем крышку постарайтесь чтобы вот жидкость вот эта вот не попала в сам плов который из крышки так теперь нам нужно вытащить оттуда мясо и перемешать плов теперь мы нарежем наше мясо вот так выглядит уже серверованные блюда с пловом попробуйте сделать плов по моему рецепту приятного аппетита если вам было полезно это видео и понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал если было не полезно и не понравилось ставьте дизлайки но все равно обязательно подписывайтесь на мой канал на этом до скорых встреч до новых встреч Продолжение следует...